Около тысячи демонстрантов вступили в стычки с полицией в столице республики Молдова в воскресенье. В Кишиневе прошла очередная антиправительственная демонстрация. Участники протеста пытались взять штурмом дом известного бизнесмена и первого заместителя председателя парламента Молдовы. Владимира Плохотнюка оппозиция считает серым кардиналом правящей коалиции. У дома политика выставили кордон полиции. Люди выкрикивали «свергнуть мафию» и «власть людям, а не олигархам». Подобное противостояние вспыхнуло и возле бизнес-центра, который также принадлежит Плохотнюку. Протестующие начали бросать в здание камни, палки, яйца и бутылки. В общей сложности в центр Кишинева вышло около 7 тысяч человек. Основной протест проходил спокойно у правительственных зданий. Его организовала гражданская платформа «Да». «Я пришла сюда сегодня на протест, потому что я хочу, чтобы у республики Молдова было светлое будущее. Я вышла на протест, чтобы у наших родителей, наших бабушек была хорошая зарплата и более высокие пенсии. Я хочу, чтобы у народа Молдовы были достойные зарплаты и достойная жизнь. Я хочу, чтобы молодежь оставалась дома и не уезжала в другие страны». «Я вышла на мирный протест, чтобы выразить своё мнение, чтобы показать, что мы не хотим использовать насилие, но мы хотим изменений в нашей стране. Это наша цель, поэтому мы здесь». Протесты проходят в Кишиневе регулярно с сентября прошлого года. Причиной их послужило таинственное исчезновение из крупнейших банков страны одного миллиарда долларов. Это привело к росту в обществе антиправительственных настроений. Эксперты говорят, что масштабное хищение, которое равно одной восьмой молдавского ВВП, свидетельствуют о глубоко укоренившейся коррупции. В январе ещё одну волну возмущения вызвало назначение на должность премьера политика из близкого окружения Плохотнюка. После этого протесты оппозиции вспыхнули с новой силой.